Мы с коллегами договорились, что самое интересное, важное и яркое в гаджете мы всегда показываем в начале видеообзора. Так вот, напильник. После сборки Samsung Gear Fit нужно доработать напильником. А вот это я бы с удовольствием применила к тем людям, кто этот гаджет решил продавать. Что это? Умные часы? Фитнес-браслет? Похоже, Samsung и сам не определился. На официальном сайте Gear Fit обтекаемо характеризуется как первое интеллектуальное носимое устройство, созданное специально для занятий фитнесом и спортом. На другом официальном сайте компании гаджет называется все-таки уже смарт-часами. И вот вам мое, так сказать, экспертное мнение. Это не умные часы, потому что у них слишком узкая функциональность. Это не фитнес-браслет, потому что для фитнеса они мало полезны. Это один из 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. Да, они неплохо выглядят. Да, можно настраивать обои циферблат. Да, экран сенсорный Super AMOLED 432 на 128 точек. Да, вроде бы защищены от плаги по стандарту IP67, влюблен в 4.0 и сменный ремешок из гипоаллергенного пластика. Легкие всего 27 граммов. Если поднять руку, часы проснутся. Если нажать на «Найти устройство», то телефон начинает голосить, и его легко найти. На этом хорошее заканчивается. Samsung Gear Fit нам привозили трижды. Первый раз Ивану Звягину. Он не смог спарить его с привезенным же Galaxy S5. Отдал обратно. Устройство заменили и привезли снова. Отдали мне. Я не смогла их спарить. И написала на фейсбуке матерный пост. Смартфон и браслет снова забрали. Сказали, что обновили прошивку и еще раз привезли. На этот раз все работало. Я что хочу сказать. Мы тут не совсем профаны в технике. Мы пытались решить этот вопрос разными способами. У нас не получилось. Судя по высказываниям людей на форумах и в социальных сетях, не только у нас. Я отдаю себе отчет в том, что это тестовое устройство. Хорошо. Тестовое устройство может включить. Но, простите, не на этапе спаривания. Потому что сам по себе Gear Fit совсем бессмысленный. Так что, если решите этот гаджет купить, спаривайте, не отходя от кассы. На всякий случай. Кстати, а Bluetooth соединение. Держит метров 10. Это меньше, чем у Pebble, но примерно столько же, сколько LG G Watch. О том, что связь потеряна, Gear Fit сообщает сразу же легкой вибрацией и уведомлением. Заново коннектируется самостоятельно. Сразу, как только телефон появляется в зоне доступа. Выпускать носимые гаджеты только для устройств Samsung – это все-таки гадство. Я понимаю, что Samsung хочет быть как Apple. И да, Apple выпустит iWatch. И использовать их, безусловно, можно будет только с девайсами на iOS. Но это, простите, все-таки совсем не то же самое. То есть, я могу понять зависть. Я могу понять желание создать собственную экосистему. И то, что разрабатывать новые гаджеты удобнее для своих устройств. И что компания только пробует. Но есть ощущение, что это тотальная неуверенность собственных силов. То есть, даже в Samsung не верят в то, что тот же Gear Fit может захватить хотя бы рынок Android. И, по сути, тестит сырой продукт на своих же пользователях. За их же деньги. Прелестное отношение к покупателю. Выдохнуло. Так вот, чтобы Gear Fit заработал, на телефоне нужно установить приложение Gear Fit Manager. Здесь можно поменять обои, выбрать вид часов и изменить последовательность пунктов меню. Настроить уведомления. Gear Fit способен принимать нотификацию одновременно только от 10 приложений. Это, конечно, маловато. И вообще как-то нелепо. Спасибо, что приложение хотя бы можно выбирать. Можно настроить отправку просьбы о помощи. Если три раза подряд нажать на клавишу питания на часах, то на заранее выбранные контакты отправится сообщение с местоположением часов. Ну и плюс здесь же настройка текстовых шаблонов, с помощью которых можно ответить на SMS. Отдельным пунктом – фирменное приложение Samsung – S-Health, которое как бы и отвечает за то, что это носимое устройство, идеально подходящее для фитнеса. И поэтому пройдемся по нему подробно. Многоуважаемый Samsung. То есть вы правда, серьезно думаете, что фитнес состоит из четырех пунктов? Ходьба, бег, велосипед и мой любимый – поход. Серьезно? Это вот весь список тренировок, которые Gear Fit и S-Health смогут отслеживать. Все. Отличный выбор. Круто. Молодцы. Я в восхищении. Еще раз процитирую официальный сайт. Оборудованный датчиком сердечного ритма, Samsung Gear Fit будет давать тебе советы во время тренировок, а также мотивировать для достижения лучших спортивных целей. Во-первых, меня смущает формулировка «лучшая спортивная цель». Во-вторых, бег, велосипед, ходьба, поход. Ну и в-третьих, я вам не верю. Да, программа тренировок основана на технологии First Beat, которая создавалась и для профессиональных спортсменов, и завоевала доверие всего мира. Например, сборная Испании по футболу использует именно First Beat для оценки эффективности тренировок и отслеживания физического состояния спортсменов. Компания, создававшая First Beat, утверждает, что они адаптировали свою технологию и способны анализировать показатели тела человека в реальном времени, во время тренировки, благодаря встроенному в Gear Fit оптическому сенсору для измерения пульса. Но! Оптический сенсор. Если попытаться измерить пульс, Gear Fit требует разместить браслет выше или ниже запястья. Не двигаться, не шевелить рукой, не разговаривать. Спасибо, дышать разрешает. И даже если выполнить все эти требования, с первого раза он редко срабатывает. Так что, простите, я не верю, что супертехнология для профессиональных спортсменов действительно работает так, как должна в процессе тренировки. Кстати, в чем отличие пункта сердечный ритм, а пункта стресс, для меня загадка. Они оба просто меряют пульс. Еще Gear Fit умеет считать шаги и среднее количество потраченных калорий. Можно записывать что-то съел. Считает он, правда, порциями, предполагая, что в порции 100 граммов. Никакой статистики, кроме отслеживания калорийности пищи, сервис не предлагает. Пункт вес. Ну, просто иногда, если вес изменился, можно его ввести заново. Все. Сон. На Gear Fit иногда можно включить режим сон. Тогда никакие уведомления не будут приходить, а часы как будто бы отслеживают фазы сна. Знаете, если они отслеживают что-нибудь, то со мной они этой информацией не делятся. Все, что они могут сказать, сколько я проспала и сколько из этого времени я была без движения. Все. Какие там фазы, какие графики, к чему все это. Словом, странно все. Не знаю, кому может в голову прийти считать этот абсолютно бесполезный набор идеальным для занятия фитнесом. Сходите, пожалуйста, в гости к Джобон хотя бы. Они знают толк статистики и мотивации. Справедливости ради отмечу, что Gear Fit со своим цветным экраном может работать 2-3 дня без подзарядки. Можно настроить горизонтальную и вертикальную ориентацию экрана. С него можно управлять музыкой, загруженной на телефон, ставить таймер и секундомер. Когда приходит уведомление, можно нажать на «Показать на устройстве», и он откроет это на телефоне. Я, впрочем, не очень понимаю, зачем это нужно. Если сообщения на устройстве не прочитаны, Gear Fit будет показывать все каждый раз. С самого раннего, длинной колбасой, хоть заудаляйся. Ну и зарядка. Заряжается гаджет с помощью вот такой насадки. Я называю ее «Попробуй не потерять». Собственно, все. Если нужны характеристики, вот они на экране. Выглядят внушительно. А на практике... А на практике вот вам мой совет. Не покупайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова